Всем привет! Сегодня ещё одна распаковка парнишки Лика Чан. Эта кукла была найдена мною на Яху. И, судя по всему, это какой-то спецвыпуск к юбилею группы. Судя по интернету, в этой группе семь человек. Вот здесь они представлены все. Судя по всему, этот парнишка вот этот вот. Вот. На самом деле в серии несколько кукол. Я так понимаю, все члены группы есть. Они выглядят достаточно симпатично. Коллекционная кукла. Может быть, коробка ценная, но я не думаю, что я буду оставлять её. Тут есть какая-то карточка. Я, честно говоря, даже не доводилась слушать музыку этой группы. Но, судя по ВКонтакту, во ВКонтакте эти записи есть и можно послушать. Ну, такой джейпоп. Для тех, кто любит такую музыку. Что ж, распаковка. Так. Катя, яру ценную коробку. Что мы имеем? Ну, как всегда, обувь отдельно в комплекте. И вот такой вот костюм. Волосы упакованы так же, как у Озонок, так же, как у других Лик. Так, вот здесь можно рассмотреть. Водник обычный. Так, здесь есть подставка, так как это коллекционный выпуск. Так, не знаю, для чего эта карточка. Наверное, для тех, кто будет собирать всех кукол этой серии. Какой-то сертификат или что-то типа того. Чем-то похоже на кукол БТС, только БТС более проработанное. Может быть, они же шарнирные. Хотя у этого парнишки такой неплохой костюм. Он сшит качественнее, чем у БТС, но все равно достаточно простой и из такой шуршащей ткани. Галстук аккуратно сделан. Вот такие планочки. Лицо крупным планом. Лика мальчиков не так уж и много. Кроме Лики есть у фирмы, у производителя еще куклы Дженни. Они как бы считаются постарше. И сама серия Хрустальный замок. Там много интересных кукол. Тем не менее, голова поворачивается только в стороны. Вверх-вниз не поворачивается. Как вытащить подставочку. Так, вот эта карточка самого исполнителя. С другой стороны с названием группы. Вот юбилей этой группы ААА. У них такое странное название, которое очень трудно гуглить. Потому что очень много вещей называются ААА. И найти музыку от исполнителя вот с таким названием достаточно трудно. Периодически удивляют названия этих азиатских групп. Потому что невозможно же загуглить. Невозможно найти их по такому названию. Можно было придумать что-то более такое, чтобы было бы проще искать. Так, что у нас есть. Вот подставка. Вот так вот. Можно сказать, достаточно неплохая подставка. Она прозрачная. И, в принципе, это хорошо для фотографий. Потому что фотошопить потом будет проще. Вот. И будет легко убрать, если нужно будет. Прозрачная основа. По сравнению с Лико Принцем он выглядит, как такой дворецкий в этом костюме. Я и демон, я и дворецкий. Так, ботинки. Ботинки обычные, ликовские для мальчиков. Ничего примечательного. Вот они. Они такие достаточно мягкие, из мягкой резины. И, в принципе, наверное, они подойдут и другим куклам. Вот. Никакого... Никакого направления у них нет. То есть они на любую ногу можно одевать, как попало. Мне всё время немножко раздражает, что кукольная обувь не предусматривает носки. То есть ты практически одеваешь ботинки на голую ногу. Ну, как бы, понятно, кукла. Но край носка должен же быть виден в таких случаях. Мне как-то этого не хватает немножко. У БЖД, понятно, шьёшь носки подо всё, потому что... Опять же, чтобы защитить ногу куклы от окрашивания или что-то такое. Но для мелкоформата нет. Не хватает вот этой вот части, чтобы нога была закрыта. Так, вот он, вот этот вот чувак. Сейчас снимем плёночку. Волосы хорошие. Прическа хорошо уложена. Вот он. Костюм здесь закреплён. Его не так просто снять. Но с другой стороны он на липучке. И я думаю, что всё это снимается. Штаны вот здесь вот тоже на липучке. Так что такая простая одежда, как для детских кукол. Но спереди выглядит симпатично. И за счёт того, что здесь пиджак закреплён, полы не расходятся. Балстук. Такой серьёзный. Так, насчёт рук. Что у нас по рукам? Руки скидут? Нет, руки не сгибаются у него. Так. Ноги вроде как, да, на щелчок, как у Барби у старых. Ещё можно поставить относительно динамичную позу. Вот. И он, собственно, выше, чем Принц из предыдущей распаковки. Он больше похож по росту на Лика Папу. Так. Собственно, вот. Вот такой вот парень. Лика выпускает... Под этим брендом выпускается некоторое число коллекционных кукол. В том числе есть куклы по Галактическому Экспрессу. Мейтл, я знаю, выпустили. И были специально олимпиадные куклы. И иногда выпускают для каких-то брендов. Там, например, для Баскин Робинс. Я знаю. Там коллаборация с такими брендами бывает. Так что иногда куклы Лика бывают очень интересными и не такими простыми, как могут показаться на первый взгляд. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, он не последняя моя распаковка. И хочу продолжить снимать видео в этом формате. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok